Добрый день, меня зовут Александр и сегодня мы поговорим о комбинированных системах отопления для теплиц. Дело в том, что в большинстве случаев используются моносистемы, то есть это либо твердотопливные системы, либо инфракрасные, либо системы на газовом отоплении. То есть есть одна система, которая отапливает теплицу. Но не всегда это практично и не всегда это надежно. В некоторых случаях стоит использовать комбинированные системы отопления. Что это такое, я сейчас более подробно расскажу, а в конце я назову именно практическое применение данной системы. Поэтому досмотрите ролик до конца, я думаю вы тогда поймете основной смысл того, о чем мы говорим. Итак, комбинированная система отопления. На примере одной из наших конструкций я и расскажу о данной системе. Это теплица 6х20 и в данной конструкции мы используем систему инфракрасного отопления и твердотопливное отопление. Про инфракрасное отопление вы можете перейти по ссылочке и посмотреть, что это такое более подробно. Но смысл его заключается в том, что это электрическое отопление, которое работает в автоматическом режиме и работает по датчикам. Дополняет его твердотопливное отопление, в основе которого стоит турбобулерьян. То есть котел с турбиной, который работает на твердом топливе, то есть на дровах. И который также сам довольно-таки хорошо отапливает теплицу. Итак, почему именно комбинированная система отопления? В данном случае выбрано. Во-первых, в основное время, когда человек находится возле теплицы, он может протопить котел и нагреть теплицу за счет дров. В вечерний период можно сделать основную закладку дров и спокойно идти на ночь. Когда котел начнет остывать, подключится инфракрасное отопление и будет поддерживать необходимую температуру, которая нам нужна для того, чтобы растения чувствовали комфортно. То есть инфракрасное отопление в данном случае выполняет функцию поддержания заданных параметров температуры в тот период, когда котел перестает уже выдавать то тепло, которое нам нужно. То есть одна система поддерживает другое. И что очень удобно, то есть данное инфракрасное отопление работает на ночном режиме в основном, используется двухгазональная тарификация электричества. То есть есть день, есть ночь. День идет по стандартному тарифу, а ночной тариф всегда дешевле в два раза, а то и больше. Поэтому днем, если нам не хватает естественного тепла, мы подтапливаем котлом, а в ночной период мы можем спокойно вытягивать на инфракрасном отоплении. То есть преимущество, которое дает эта система, первое, это гибкость в использовании источников тепла. То есть когда нам удобно, мы топим дровами, когда нам неудобно, работает инфракрасное отопление, поддерживает. Второе, мы можем экономить за счет того, что мы используем то топливо, которое в тот момент наиболее дешевле нам. То есть днем мы травами топим, ночью, когда электричество дешевле, мы топим электричеством. Третье, это надежность системы. То есть если вдруг какая-то из системы отказывает, мы можем спокойно работать на второй системе. То есть это как два двигателя у самолета, одно отказало, мы спокойно долетим до базы на втором. Четвертое, это долговечность. За счет того, что мы можем работать в мигащем режиме, то работает одна система, то работает вторая система. то, естественно, за счет этого увеличивается срок эксплуатации этих двух систем. И пятое, это уменьшение трудозатрат на отопление, в том плане, что нам не нужно 24 часа, к примеру, топить котел, потому что, когда нам удобно, работаем с твердым топливом, когда неудобно, работаем на инфракрасном отоплении. Мы уменьшаем трудозатраты на процесс отопления. Естественно, основной минус, это, конечно, то, что эта система стоит значительно дороже, к примеру, чем по отдельности твердотопливная система или инфракрасная система отопления. Но в целом, за счет того, что мы не перекрываем на 100% по мощности каждую из показателей, то есть инфракрасная у нас заложенная на 75%, и твердотопливный котел подбиралась из 75% расчетной мощности, то в целом система не намного дороже выходит, чем по отдельности каждая. Поэтому все чаще, даже в домашних условиях, используют комбинированную систему отопления, вплоть до того, что используют и газовый котел, и твердотопливный котел, и электрический котел, и в зависимости от того, что доступнее, что дешевле и что проще, выбирается или тот, или тот, или тот вариант. В тепличной отрасли также само можно использовать комбинированную систему. С вами был Александр, компания Экотек. До новых встреч и живите в гармонии, в ритме прогресса. Подписывайтесь на наш канал, будет очень много интересного и вкусненького. Субтитры создавал DimaTorzok